Казанский федеральный университет В неделю будут знакомиться с культурой России, Республики Татарстан, нашим образованием, ценностями и многовековой истории. К слову, летний университет так полюбился многим участникам прошлого года, что они собираются вернуться во второй раз. В этом году будет предусмотрено шесть основных образовательных программ. Ряд модулей предназначен для слушателей, которые интересуются новейшими технологиями в области физики, инженерии, IT, архитектуры и их применением в индустрии и бизнес-процессах. Особенностью этого года является проведение крупных международных мероприятий в рамках председательства России в БРИКС, в том числе саммита БРИКС в Казани в октябре 2024 года, чему и посвящен отдельный трек проекта. Также студенты будут защищать свои проекты. Кроме иностранных ребят будут принимать участие российские ребята, задача которых будет с одной стороны оказывать поддержку, а с другой стороны совместно реализовывать с иностранными ребятами свои проекты. В летнем университете будут принимать участие студенты различных университетов-партнеров Казанского университета. Это ребята, которые ориентируются на дальнейшее продолжение своей образовательной траектории и поступление в магистратуру, в том числе рассматривают поступление в магистратуру в российские университеты. Мы будем им показывать и рассказывать про магистрские программы Казанского федерального университета. Это в основном ребята 2-го, 3-го, 4-го курса бакалавриата по различным направлениям подготовки. Учитывая опыт прошлого года, было решено внедрить в плотную образовательную программу просветительскую часть. У молодых людей и девушек будет больше дней на экскурсии и личное времяпрепровождение. Также, что немаловажно, в текущем году снова уделят большое внимание питанию студентов. С учетом особенностей кухни стран-участников будет представлено забалансированное питание с нотками домашнего очага. Мы делаем это всегда, я всегда говорю, когда университет интернационализируется, мы всегда говорим об адаптации иностранных студентов. Но на самом деле адаптируется не только студент, адаптируется и сам университет под иностранцев. С учетом того, что университет у нас является домом для более 12,5 тысяч иностранцев, у нас в принципе практика вот такой адаптации с нашей стороны, она хорошо выработана. Это всегда движение такое двухстороннее. В рамках десятилетия науки и технологий, года семьи в России и 220-летия Казанского федерального университета, Департамент по информационной политике КФУ запускает летний проект «Ученый совет», который пройдет в формате лектория. Цель проекта – познакомить жителей Казани с миром науки в доступной и увлекательной форме. Спикеры – представители Ассоциации молодых ученых КФУ. Они расскажут, что такое наука, чем занимаются ученые, как научные исследования и открытия влияют на качество жизни современного человека. Лекции пройдут 3 июля в 17.00 в парке жилого комплекса «Слават Купере» и 4 июля в 17.00 в парке при Доме культуры имени Саид Галеева в поселке Дербышки. Со старта приемной кампании прошло 13 дней. На 2 июля число поданных заявлений на бюджет в Казанске федеральный университет составляет 2528 заявлений, а на вне бюджет – 2215. Лидерами по поданным документам стали Институт международных отношений, истории и востоковедения, Институт филологии и межкультурной коммуникации, Институт управления экономики и финансов. Напомним, что подать свои заявления вы сможете на онлайн-патформе «Буду студентом», на сайте госуслуги, а также приезжая лично во второе высотное здание Казанского университета по адресу Кремлевская, 35. Приходи, мы ждем именно тебя. 15 июля в Республике Татарстан запускается проект «Ура-Волга», в котором дети будут изучать историю своего народа, подтянут знания татарского языка, а также проведут время со своими бабушками и дедушками. Подробнее о новом проекте мы расскажем прямо сейчас. У каждого из нас есть бабушки и дедушки, которые всю свою жизнь проживают в деревнях. Будучи детьми, мы проводим у них все летние и зимние каникулы, наслаждаясь природой и свободой. Однако в наше время, когда технологии шагнули далеко вперед, большинство детей предпочитают проводить свои каникулы в квартирах многоэтажек. Республика Татарстан имеет свою многовековую культуру и язык, который, к сожалению, сейчас стал забываться молодым поколением. Правительство Республики Татарстан старается популяризировать татарскую культуру, но заинтересовать ребенка изучением истории своего народа не так просто. Именно поэтому было принято решение о создании проекта «Ура-Волга». Он направлен на то, чтобы привить детям любовь к своему народу, мотивацию к изучению татарского языка, а также ощутить на себе все прелести летних каникул у бабушки в деревне. Идея на время отдыха детей в деревне создавать там такую вот насыщенную обогащенную языковую среду. Но как это сделать? Конечно, сделать в формате лагеря вместе с вожатыми, вместе с теми, кто может организовывать отдых в течение дня. Проект «Ура-Волга» стартует 15 июля. В течение пяти дней дети вернутся в село к своим родным, чтобы провести время в кругу сверстников, повеселиться и открыть для себя новые знания. Бесплатные лагеря дневного пребывания будут открыты в пяти муниципальных районах республики – Арском, Балтасинском, Тюлячинском, Апастовском и Алькеевском. В каждом поселении выбраны деревни, которые станут точками проведения. Программа проекта обширна. Здесь ребята смогут посетить мастер-классы по татарскому современному танцу или по актерскому мастерству, познакомиться с татарскими народными инструментами, народными сказками и мифами, а также с головой окунуться в традиции своего народа. Городские дети, которые приезжают в деревни, живут там, они же основную часть получают там ношение языковым, ношение каких-то определенных традиций. Вот не секрет, когда встречаешься с кем-нибудь, если он как-то из городских жителей, спрашиваешь, где это татарское, как где, я же там деревни все где-то сопроводил. И так получается, основа этих идей и передачи языка, и передачи ценностей через такие проекты мы хотим еще раз усилить. Я еще раз хочу поблагодарить движение первых. Я считаю, это очень важно, потому что тем более в летний период, когда большинство ребят приезжают в гости к бабушкам и дедушкам, и в рамках этого проекта мы еще больше будем популяризировать татарский язык. И основная цель его, чтобы дети, приезжая в деревни, не обучали русскому языку своих бабушек и дедушек, а наоборот, чтобы они именно в деревнях в летний период еще больше узнали про национальный язык, про татарский язык, про его особенности. И чтобы больше в дальнейшем с интересом развивались в этом направлении. Сопровождать отряды детей будут вожатые из деревень, в которых будет базироваться тот или иной отряд. Перед стартом смен каждой вожатой пройдет 10-дневную практику, которая обучится необходимым навыкам по работе с детьми. В проекте «Ура! Аволга» смогут принять участие дети в возрасте от 6 до 17 лет. Отметим, что первый татарстанский лагерь реализуется при поддержке комиссии при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан. Адлина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости. 2 июля в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялось награждение победителей и призеров Северо-Восточной Олимпиады по родным языкам. Ребят пришли поздравить родители, бабушки и дедушки, сестры и братья, а также почетные гости. О том, как это было, мы расскажем далее. Федеральная Олимпиада школьников по родным языкам и литературам народов России проводится уже второй год подряд на базе Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. В 2023-2024 учебном году на Олимпиаде по татарскому языку участвовало около 400 учащихся 8-11 классов. 156 из них прошли на второй заключительный тур, который состоялся в марте этого года. Лидерами стали 23 участника. Два победителя первой степени, 11 второй степени и 10 третьей степени. Ребят торжественно наградили грамотами и медалями. Заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан Марат Ахметов и директор Института филологии и межкультурной коммуникации Радив Замлединов. Я изучала грамматику, лексику, также я много практиковалась, то есть были выложены демонстрационные варианты, поэтому я все прорешала. Также много времени уделила анализу произведений, также изучала под справочником. Для меня родной язык – это, наверное, любовь, семья. Я очень горжусь своим народом, своим родным языком. Я очень рада, что имею, так сказать, честь быть носителем этого языка. Я стараюсь беречь свой язык и передать ему следующему поколению. Проект Федеральной Олимпиады школьников по родным языкам и литературам народов России был запущен по инициативе Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в 2021-2022 учебном году и направлен на воспитание у подрастающего поколения любви и уважения к родному языку, сохранение этнокультурной самобытности народов России, укрепление статуса родных языков, поддержку и сопровождение способных талантливых школьников, глубоко владеющих знаниями по родному языку и родной литературе или желающих глубоко изучать родной язык и литературу. С каждым годом Олимпиада становится масштабнее. Увеличивается количество языков, площадок проведения и специалистов вузовского сообщества и организации партнеров. Самое трудное на Олимпиаде это скорее вспомнить поговорки, потому что правило и творческая часть, она отдается полегче, чем вот сам фольклор там вспоминать то, что вероятно даже не слышали. Родный язык это самое удобное и практическое, что у меня есть. Мне намного легче говорить на татарском с людьми, которые тоже понимают татарский, чем переходить с ними на русский и общаться так. Подобные Олимпиады играют важную роль в поддержании культурного многообразия в нашем обществе и укреплении единства страны. Участие в них позволяет школьникам не только показать свои знания и умения, но и расширить кругозор. Олимпиада может стать отличным стимулом для изучения и сохранения своего родного языка и культуры. Кристина Отекина, Даниил Васильев, Универновости. Кристина Отекина, Даниил Васильев. Одним из самых популярных мифов о баригаме является утверждение о невозможности сложить бумагу более семи раз. В действительности это утверждение основано на математических расчетах и физических ограничениях, связанных с размерами и гибкостью бумаги. Главным фактором, который делает сложение бумаги более семи раз значительно сложнее, является ее толщина. Каждый раз, когда бумага складывается, она удваивается. Таким образом, после каждого складывания бумаги толщина стопки увеличивается в два раза, что делает ее сложение все труднее. Кроме того, с увеличением числа складываний увеличивается и количество слоев бумаги. Это означает, что требуется все больше силы и точности, чтобы удержать все слои вместе и продолжать складывать их. Если сложить листки бумаги определенное количество раз, то якобы есть предел. И выше этого предела сложить уже невозможно. На самом деле, тоже это хорошо объясняется. Во-первых, это не совсем корректно, не совсем так. Дело в том, что это свойство зависит от того, какова у вас бумага, какова ее толщина, это раз. И во-вторых, из чего она состоит. А именно, чтобы листки бумаги сжимались, необходимо, чтобы можно было каждый последующий слой, когда вы добавляете, деформировать на толщину этого слоя. Если вы возьмете, например, губку, тонкую губку, то сколько бы слоев вы ни делали, скорее всего у вас получится. Почему? Потому что пластичность на растяжение нажатия, она очень высокая. В 2002 году американский ученый по имени Бритни Галашио доказал, что теоретически можно сложить бумагу более семи раз, но для этого требуется бумага огромных размеров. Суть проблемы заключается в том, что при каждом сложении бумаги ее толщина удваивается. Таким образом, после каждого сгиба бумага становится в два раза толще. При семи сложениях толщина стопки бумаги возрастает в 128 раз. Физически невозможно сгибать столько материала в обычных условиях. Однако, если взять бумагу огромных размеров, то количество сложений будет значительно превышать семь. Например, если взять бумагу, длина которой равна расстоянию от Земли до Солнца, то количество сложений может достигать нескольких сотен или даже тысяч. Таким образом, миф о невозможности сложить бумагу более семи раз является правдой только в том случае, если речь идет о бумаге обычных размеров. Если материал сэндвича такому свойству не удовлетворяет, то есть такой пластичности бумага, она не имеет такой пластичности, то вы это сделать не сможете, конечно же, и согнуть не сможете. Когда слоев мало, пластичность требуется небольшая, деформация требуется небольшая, незначительная. Поэтому мы сгибаем спокойно. Внутренние слои сжимаются, внешние растягиваются немного, ну и в итоге у нас сэндвич складывается. Однако, когда толщина сэндвича достигает определенного предела, то мы уже не можем деформировать. На самом деле сложить бумагу семь раз возможно, но физический процесс оказывается настолько сложным, что для его выполнения требуется огромная сила. То есть реализовать это в домашних условиях нереально. Но научные эксперименты показали, что с помощью высоких технологий и специального оборудования провернуть такое возможно. Таким образом, мы видим, что между реальностью и невозможностью существует тонкая грань. То, что кажется нам невозможным или противоречит обычной логике, может быть достигнуто с помощью научных открытий и современных технологий. Наиля Хананова, Елизавета Газизянова, Универ Новости. На этом все. В студию была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова